Я сегодня буду выступать в новогоднем танце. Мы сюда приехали выступать. У нас будет очень красивый номер и настроение у нас очень веселое, новогоднее. Что ты сегодня здесь будешь делать? Выступать. Каждый год мы сначала выступаем, потом какая-то новогодняя программа. Я надеюсь, что мы выступим очень хорошо и у нас не будет никаких косяков. Нам очень все нравится, тут очень красиво. Настрой отличный, главное выступить хорошо. Настроение хорошее, я думаю танец у нас пройдет хорошо. Рассказывайте, как у вас настроение, как дела? Хорошо. 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 Очень хорошая тема для детей, они все фанаты Фроузен. Я думала, может быть, это уже как бы волна прошла, но оказалось, что Фроузен популярна всегда и у всех. Вы смотрели мультик «Голодное сердце»? Да. Что вам прям нравится? Мне нравятся снеговики и тот олень. И все там, когда маленькие эти шарики были. Да, да. Да, мини-снеговики. Один шашлык-то. Ой, смотрите, я шашлычок. Ты смотрели мультик «Голодное сердце»? Да, конечно. Да, да, да. Что вам там нравится больше всего? Как? Эльза заморозила Анну. Да. Мне только Эльсины костюмы нравятся. У меня тоже. Стоп. У меня тоже. Ой, что ли? Стоп. Мы все много готовим, состараемся и вот такой вот зал приезжаем. Все красиво. Здесь очень весело и тренера всегда здесь поддерживают. Мне нравится, что тут очень хорошая атмосфера. Мне нравятся костюмы и то, что в конце дарятся подарки. Что ждете больше всего сегодня? Подарков. Да. Подарочков. Да. И медали. В конце нас будет ждать очень-очень самое крутое шоу из Майги. Настроение, как дела? Отлично! Там очень красиво, это прям как будто снег. Как готовились к сегодняшнему дню? Как проходило? Ответ. Ой, мы вчера с Василиной, это моя младшая сестра, мы с ней вообще легли в 12 ночи. Серьезно, мы хотя планировали в 10 вчера лечь. Всегда, когда какие-то мероприятия, вот прям вот долгожданные, долгожданные, да, невозможно заснуть вообще. Ну, понимаете. Прямо хочешь, чтобы вот это настало прямо сейчас. Да, ты просто на нервах ты не можешь заснуть, ты просто на нервах. Да. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Волнуетесь? Немного. Ну, да. Вдох, выдох, мы все справимся, мы молодцы, мы все сможем. Не знаю почему, но я всегда млею, когда думаю о лете и о солнце и обо всем горячем. Да ну, похоже, ты никогда не сталкивался с жарой. Нет. Слушайте, ну как всегда, очень импульсивно, очень активно. Мы работали, ну, у нас было много репетиций, много приходилось двигать, потому что декабрь – это всегда очень такой бурный месяц, у всех много дел, но мы пытаемся совмещать, потому что мероприятие ответственное, важное, сказка. Мне кажется, мы уже года четыре привлекаем наших гимнасток, чтобы они участвовали именно в постановке. В этом году мы решили пойти дальше, мы организовали кастинг. Большое количество девочек пришли, читали стихи, читали какие-то постановки, вот, и как бы тренерским составом определили, кто же именно будет принимать участие. Меня зовут Киселева Марго, я гимнастка клуба «Пируэт», и я сегодня играю Кристофа из мультика «Холодного сердца». Милана, я сегодня играю Олафа. Я Василиса, я играю роль Анны. Я Маша, я играю роль Эльзы. Подготовка, если честно, никак, я просто заучила роль, и да вообще не волновалась, мне это не впервой. Я уже участвовала где-то на кастинге, и все равно было нормально. Иногда такая может быть суета, и иногда, когда что-то не так, то всегда подправят. Есть какие-нибудь мысли? Я не знаю, что такое любовь. Не страшно, я знаю. Любовь – это когда чьи-то интересы ставишь ваше своих. Любовь – это когда честно, я тебя люблю. Любовь – это когда честно, я тебя люблю. Мы каждый год ездим, и нам очень нравится. Ни разу еще не пропустили. Понравилась организация, само представление хорошо продумано. Я довольна, как мама ребенка. Очень понравилось, понравилось выступление детей, понравилось. Присутствуем второй год уже на таком мероприятии. Понравилось оформление, понравилось само представление, соответственно, как актеры играют, как наши дети выступают. Понравилось все. Организация, постановка и вообще идея в целом. Вы знаете, мероприятие действительно хорошее детям и родителям. Это праздник. Мне, как уже взрослому человеку, понравились ребята на трубах. Вот что играли, и молодость вспомнил, да и дети повеселились. В общем, в восторге. Мне все понравилось. Очень круто, позитивно, ну прям супер. Мне понравилось выступать. Тут был рассыпан дождик, он был очень скользкий, мы даже некоторые подскользнулись под этот дождик. Нам все-таки получили незабываемые эмоции. И выступили даже со своим групповым, хоть и 20 секунд, но тоже было круто. Очень довольна тем, что родители очень ответственно подошли к этому вопросу. Шикарные костюмы у детей, просто шикарные. Поэтому я прям очень довольна. Мне кажется, все, что связано с творчеством, это большой жизненный опыт. Художественная гимнастика – это достаточно такой творческий вид спорта. Вот, поэтому, мне кажется, с точки зрения именно вот развития такого, это очень полезно. Мероприятие, как обычно, в нашем клубе проходит просто замечательно. Такого праздника нет нигде. Дети счастливы, родители тоже. Но это самое главное для нас, для тренеров. Очень классно, классная дискотека. У детей хорошо получились танцы. Надеюсь, что всем все понравилось. Мне очень понравилось, как мои дети выступили. Они молодцы. Сложно было отрепетировать, конечно, и настроить всех детей, чтобы никто ничего не забыл, но все справились классно. Музыканты очень крутые, известные песни были. Самое главное, что я видела счастье в глазах детей, что это их праздник, и все было супер. Как всегда, по традиции, мы проводим замечательнейший Новый год. Детки большие молодцы, подготовили такую классную программу. Артисты большие молодцы. Бумажная дискотека классная, детям всегда это очень нравится. В общем, пируэтовские елки всегда класс. Что понравилось больше всего? Миша! Дорогие гимнастки клуба «Пируэт», уважаемые родители, я в этот прекрасный вечер от всей души поздравляю нас всех с наступающим новым 2024 годом. Этот год для нашего клуба был очень удачным. Мы вышли на новый международный уровень. И я хочу пожелать всем нам, всем гимнасткам, тренерам, коллективу, чтобы 2024 год был еще более успешный и чтобы нас всех ждали новой победы.